Псс, парень, новая серия БМТА нужна? Привет, друг, с тобой Аван, мы продолжаем путешествовать по серверам БМТА, и сегодня у нас обзор на сервер Брейв МТА, так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Собственно, да, пацаны, это второй бонусник, не бейте меня, пожалуйста, в комментариях, вот, давайте я вам кратко расскажу, что мы посмотрим в этой серии, это новые, совершенно новые контейнеры, новые автомобили, которых нет на других серверах, работа кальянщикам, ФСОшки, стробоскопы, мигалки, тюнинг, кастомные анимации, ну, в принципе, больше систем тюнинга и всего остального вы можете зайти на сервер и посмотреть. Чуть не забыл сказать, что сегодня, 17 октября, когда вы смотрите этот ролик, этот сервер будет открыт и доступен каждому, поэтому ссылочка на сервер есть в описании ролика, также там есть ссылочка на группу ВК и на беседу проекта ВКонтакте. Вводите бонус, чтобы получить 50кк, это еще больше денег, это 50 миллиардов, я так понимаю, на банковский счет нормально, кстати, здесь вот такой вот приятненький худ, зелененький, просто денег настолько много, что он залазит. Прям аж на худ. Ф3, давайте посмотрим, кстати, отправление автопарком, такие анимации, такие плавные, прям вообще, прям, глаза радуются. Ф1, Ф2, Ф3, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, это, Ф7, это все стандартное, я так понимаю, скоро его заменят. Кстати, F11 карта такая, замененная с их личной легендой, ежедневный сбор кристаллов, стикерные, контейнеры, работа кальянщика, гонки, банк, банкомат, оплата за штрафы, ВКХ, автосалон, тюнинг, чип-тюнинг, покрасочный, бу-рынок. Бизнесов, я так понимаю, здесь нет. Все, что нам нужно, это, о, кстати, здесь такие маркеры зеленые. А, знакомый интерфейс, кстати, выглядит очень прикольно, поэтому, почему бы и нет. 99 даже миллионов снимем. Все, погнали. Короче, первая система при сборе кристаллов, их можно менять на анимации. Ага, чего? А, серьезно, здесь такие анимации есть? Офигеть. Попробовать. Eagle. Setup Up. Dance Moose. Orange Justy. Блин, прикольно, кстати, анимации, звать себе. Прям прикольно. А где стрип-клуб? Ага, ух ты, ё, какая киса. Оп, значит, вот так. Укажите сумму, 15 миллионов, а чё? И больше, не меньше, поэконому. Вы успешно кинули 15 миллионов и заказали новый пост. Это каждый раз 15? А, серьезно? Хехера. 30 лямов я просто поменял на это все? Нет, пацаны, это невыгодно. Нужно идти с братками и скидываться. Одного где-то это слишком дорого. Собственно, мы приехали на работу. Бар-стрип-клуб, нужно же как-то семью курить. Емай здесь кальянов летающих. Ладно, это все пофигся. Так, работа кальянщика. Ага. Добро пожаловать на работу кальянщика. У вас задача заправлять кальяны за столиком. После каждой 15 я заказываю, что зарплата будет увеличиться на 15%. А чё я баба? Ищу жирная какая с бедрами. Мда. Значит, возьмите заправку для кальянов. Всё, взяли. Ага, это мы типа так берём. Отправляйте к столику, чтобы заправить кальян. Ага, к этому кальяну, понял. Вот сюда. 39 тысяч, нормально. Заработано один. Так, дальше, дальше, дальше. Куда нам? Опять за столик за табаком или чё? Или куда? Да, походу. Только можно с этой стороны заходить. Блин, я думал, мы прям будем там выбирать там, знаете, заправки и носить именно их. Вот здесь будут стоять кальянчики. Мы будем их носить к столикам. Ну, и так, в принципе, пойдёт. Только где-то чё-то тёлок нет. Как-то не то. Выглядит это прикольно. Как минимум, это не банально, как на других серверах. Здесь есть что-то своё, например. Я вообще нигде, вот реально, вот нигде не видел работу кальянщика. Можно было бы, конечно, её как-то реализовать по-другому. Типа носить кальяны к столикам. Но это уже, я чисто придираюсь. Вот. Ну, и как-то так. Работа кальянщика. Уволиться. Зарабатываем, в принципе, нормально. Я не могу сказать, в принципе, по ЗП. Это норм или не норм. Потому что это сервер с бонусом. Собственно, пацаны нас привезли на главную, можно сказать, достопримечательность этого проекта. Это контейнеры. Подойдите к маркеру. А, так не будет, ну ладно. Подойдите к маркеру, чтобы заказать контейнер. Подойдите к крану сзади вас, чтобы посмотреть содержимое вашего контейнера. Окей. О, это прям классно выглядит. Грузовой порт Германии, Россия, Америка, Япония, Дубай. 2 миллиарда контейнер с Дубая. Ничего себе. Ну, давайте, чё. Можно, конечно, каждого по одному. Давайте тогда Германию. Экксклюзивные авто есть. Хаммер. Здесь 190 Evolution. Серьезно. Здесь 99 спутник. Lotus, картина. Здесь 66 года. Япония, Lexus, SC300. А здесь есть Дубай, McLaren, Sien. Офигеть. Так, ваш контейнер уже разгружает. Дождитесь разгрузки и решите, что будете делать с содержимым. Так. Это, кстати, очень классно реализовано. Не как там в КРМП. Лемта. Это что-то своё, я бы сказал. А где он? А, вот. Сзади нас он. Блин, я тупой. Зачем я там бежал? Почта России. Собственно. А почему Почта России, если я заказал в Германию? Ладно. Сзади. Подожди. Это, получается, не мой? Или мой? Блин, что-то я нихера не понимаю. А, вот. Наконец-то он открылся. Audi R8. Нормально, кстати. А, реально. А, нет, не отчаивайся. Попробуй ещё. Мы готовы купить автомобиль за 190 миллионов рублей. Ну, продать шо? Успешно продали Audi R8. Ничего себе, здесь на мигалках тачки стоят. На этом мы посмотрим позже. Дальше. Германия. Кран свободен, кстати. Рашку. Заказываем Рашку. Всё. Погнали. Вот так это выглядит. А, в прошлый раз это всё просрал. Понимаю. Блин, это за скриней. Выглядит очень красиво. Прям очень. Что такая махина здесь двигается? Так, ну шо? Открыть можно? Там что-то уже стоит. Это Vesta. А, это Priora. Хм. 5 миллионов. Нафиг. Нафиг. Выглядит очень охрененно. Мне прям нравится. Смотрим дальше. Америка. Заказать. Оп. 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 Было бы ещё прикольно, если бы каждый контейнер был кастомизирован. Но мне кажется, это после открытия, а не переделать это всё. Кстати, я просто подхожу и двери открываются или чё? А. Ничего себе, здесь есть дождь такой. Охренеть. Нет, не отчаивайся. Попробуй позже. Ага. Япония. Заказать. Всё. Летит мой контейнер из Японии. Это выглядит просто охрененно. Давай, что там в Японии? Суарер, да? Ага. Лексус 470-й старый. Вернее, 570-й, сори. 2012 года, 48 миллионов рублей. Продайте. Ты шо, ты шо, смотри, какие здесь тропоскопы. Охренеть. Ещё ФСОшки можно моргать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так как вы видите, на каком автомобиле я стою, это Passat B3. Как бы увидеть в МТА, это вообще редкость. И какие автомобили мы увидели в порту на контейнерах. И вы просто должны понять, что на этом сервере больше тачек, которых нет на CCD, чем тех, которые есть. Ну, короче, непонятно. Объяснил. Короче, новых моделей, которые нет на других серверах, здесь просто овер дохера. Это, давайте пройдёмся просто по автосалонам, потому что если я буду покупать, это будет капец как долго, а мне нужно уезжать. Вот. По ценам можете смотреть сами. По БРМу пробежёмся по всех автосалонах. Это Audi RS7C8, Audi RS6C7, Audi R8, 911 Carrera 95-го года выпуска. Carrera 4S в кузове 9-9-2, Panamera Turbo, Volkswagen B3, как я говорил. Вот. Golf 7 GTI, потом Volvo V60 Polistar, Bugatti Viron Sport, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan EVO, кстати, и Lamborghini Urus. Собственно, наши любимые автосалоны это BMW и Mercedes, поэтому заходим в BMW, быстро смотрим E3-4, E39, F87, E30, E36, наконец-то добавили. Я просто хочу играть на этом сервере, чисто E36, E92, G82 New Hatch, F10, E60, F90, M6, M4, старая, M8, 750, X5, X6M, офигеть. Можно сразу вот эту тачку прикупить. Еще и зеркалки выпали типа нормально. Так, следующий у нас на очереди это автосалон Mercedes-Benz. Это 212 Ешка, 213 GT 63 S, E63, E65 221, C63, Dores еще, кстати, CLS, GLS, E63 Coupe, G500, вот, G65 MG, S650 Pullman, офигеть. О, штраф на 30 тысяч прилетел, а ничего себе, кстати, максимальный штраф 80К я разгонял, вот, автосалон японских автомобилей, Lexus такой вот на тюнинге, Q60, RX-8, GTR, 33 Sky, 15 слива, 34 Sky, 370 Z, Subaru, которая покемон и Subaru, которая обычная конь. Так, автосалон американских автомобилей, метка осталась именно здесь, здесь есть Porsche Taycan, а че на американская, ну да ладно. Chevrolet Camaro, Ford F-150 Raptor, Shelby GT, SRT 1970, Challenger охрененный, Morgan Aero 8, Grand Cherokee, Cadillac Escalade, EGMC, Yukon, Danilo. Так, пацаны, давайте теперь побором и посмотрим разнообразие тюнинга на этом сервере, поэтому сейчас заедем в тюнинг, конечно же, SF, и посмотрим, что есть на эту E36. Кстати, такой прикольный интерьер, спорный, конечно, дизайн, но пойдет на задний фон, вот. Я думаю, это будет все в ускоренном виде, так что смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, в принципе, выкрасили мы его вот так, и чего здесь не хватает, это наклеек, поэтому мы отправляемся в стикерную SF. Так, и заезжал мы теперь в стикерную SF. Вот так она как-то выглядит. Как мне говорили, что они скоро переделают все под интерфейс, то есть под зеленый цвет. Значит, то по стикерам E, бренды, флаги, вот все бренды, которые здесь, блин, бренды, которые здесь есть, их прямо очень много. Сейчас колесико просто сломается, другое. Вот. Конечно же, анимешницы. Инстаграмчик. Буквы, цифры, флаги, фигуры. Сейчас попробуем что-то накинуть и продолжим. Так, в принципе, что-то мы по-бырому накидали. Escape, подожди, Backspace. Сохраните, выйти. 4 тысячи рублей мы за это заплатили. Ну, хоть как-то это прикольно выглядит. Вот жалко, что нет такой системы, как на смотре в МТА, что есть готовый винил. Вот этого прям не хватает. Для таких специальная рука в жопу, как и я, чтобы можно было накинуть и поехать. Да, более знакомые пацаны ЕКХ. Где-то я уже такое видел. И последнее, что нам осталось, это, конечно же, прикупить номерок. Эх, MMM 036 за 46 миллионов. За игровую валюту. А, у вас нет, сейчас трез. Ну да. Это надпись максимально странная на сервере с бонусом. Кстати, по поводу безрамочных номеров. В следующем обновлении, сейчас я вам зачитаю, что же будет. Это безрамочные номера. F1. Стробоскоп и полиция SF. Вы уже видели, как это будет. Также будет добавлен F1 клавиша, где ты можешь делать свои танцы, которые мы показывали в начале. Новые там автомобили и новые цвета в интерфейсе. Также, пацаны, если у вас закончатся деньги, вы можете пойти, как, в принципе, на обычном сервере CCD Planet. Пойти за кредиты, поработать с трактористом. Ездить по полям, чисто по меткам. Либо поехать в аэропорт ЛАЗ и полетать на Андромеде. Там из ЛАЗ-Волвай, либо из ЛАЗ-ФСР. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Надеюсь, вам он понравился, сервер понравился. Опять повторюсь, ссылочка на него, на группу, на беседу и на эпичник будет в описании ролика. Заходи сегодня открытие. Успей разобрать дома и купить себе новые тачки. Ну, конечно же, бы открывать контейнеры. Напиши в комментариях, как тебе этот сервер. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Скоро будет серия по вашим любимым CCD RedMir и Смотр Рейджам. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.